Смотри, смотрите, тут очень много еды. Слушайте, а вы когда любите Путина? На сытый желудок или на голодный? Вот где заканчивается любовь к Путину? Скажите мне. Где заканчивается любовь к Путину? Когда у вас в холодильнике нечего есть. Заканчивается любовь к Путину? Когда у вас, не знаю, закрылась школа или больница или завод и негде работать, негде учиться или требуется ремонт, а деньги собирает почему-то с вас. У вас заканчивается любовь к Путину? Когда к вашему родственнику, сыну, другу, любовнику приходит повестка, и вы понимаете, что вам нужен он живым, а не то, чтобы Крым и Донбасс был, и Россия, да? У вас заканчивается любовь к Путину? Будет повышать пенсионы. В Казахстане повысилась пенсия на 10%. Представляете, повысилась пенсия. Я уже ничего не говорю, что миллион роликов сделано про то, что Казахстан построил современные дома тем, у кого поплыли дома. Из-за вас, сука, из-за вас поплыли дома в Казахстане. И уже построили новые дома. И стоят там и туалеты, и ванны, и даже посудомоечная машина. И кровать стоит, мебель стоит бесплатно. Я про это ничего не говорю. Вот когда вот вас коснулось, и ваш дом поплыл, в вашу машину был прилет, и страховка не выплачивает. Страховка не выплачивает прилеты украинской армии. Когда вы переселенец, или беженец, или там, не знаю, как сказать, люди, которые потеряли жилье в Белгородской области, там, Щебекино, Курской области, да, Воронежской области, Ростовская, Московская. Когда вы бежите от войны, у вас заканчивается любовь к Путину? Я уже ничего не говорю про людей на нуле, на нуле. Когда их пиздят, голыми, они сидят, дрожат, думают, блядь, какой Путин, какой Донбасс, где моя жена, где моя уютная кровать, почему меня пиздят, почему я сижу в яме, обоссанной, и ем чей-то харк, даже не ем. Мне ничего не дают есть и пить. Вот сегодня я видела, чувак, говорит, я командир какого-то там роты, меня привязали к дереву на четыре дня, не кормили, не давали воды, не давали сходить в туалет, и я обиделся. Блядь, я обиделся, но ты и Путина любишь? Нет. Нет.